Теперь два слова про модель Soil and Water Integrated Model SWIM, которую мы используем в Путсдамском институте изучения влияния изменения климата. Модель впервые была описана в 1989 году и была создана для того, чтобы оценить вынос азота и фосфора в небольшой залив в Балтийском море. Эта модель была основана на структуре другой модели SWOT, Soil and Water Assessment Tool, которая была достаточно широко распространена и до сих пор является, наверное, одной из самых популярных гидрологических моделей. В эту модель в начале 90-х был добавлен концепт гидротопов, и данная модель, так же как и SWOT, относится к полураспределенным непрерывным экогидрологическим моделям концептуального типа. Данная модель SWIM, точно так же как и SWOT, имеет средние требования по входным данным и поэтому имеет такую большую популярность. Обе модели симулируют расходы воды, параметры качества воды, компоненты гидрологического цикла, то есть количество вопотранспирации и сельскохозяйственную продукцию с дневным шагом. На данном слайде представлена схематическая репрезентация компонентов модели SWIM. Мы видим, что основные модули, включенные модель, это гидрологический модуль, биогеохимический модуль и вегетационный модуль. При этом модель используют в качестве входных данных климатические данные, а именно температуру осадки, относительную влажность и солнечную радиацию. При этом модель также использует топографические данные, данные о почве и землепользовании, то, о чем мы с вами говорили до этого. А также можно и, в принципе, нужно, если есть такая информация, включать данные по менеджменту, по внесению удобрений, если нас интересуют, например, параметры качества воды. И модель симулирует на дневным шагом, может симулировать расход. При этом, как мы уже говорили, в модели SWIM есть дискоррегационная схема на подбассейны и затем на гидротопы. И в каждом гидротопе подсчитываются компоненты гидрологического цикла. И после этого уже применяется трассировка сети с помощью метода маскинга. И на данном слайде я хотела показать вам все бассейны, которые мы моделировали с помощью SWIM. И здесь вы видите, что у нас достаточно большой охват в Европе, 33 бассейна, в Азии более 13 и 8 в Африке. Вы также можете заметить, что бассейны были абсолютно разные, например, такие большие, как Лена, или совсем маленькие, как бассейн реки Тэй. При этом модель SWIM не находится в свободном доступе, то есть вы не можете скачать ее в интернете, но она бесплатная, и доступ к ней можно получить, написав письмо-запрос в нашу рабочую группу. Контакты можно будет найти в описании данного видео. При этом модель SWIM, как я уже говорила, очень похожа на модель SWOT. И если вы заинтересованы в применении данных моделей, то вы можете также начать с модели SWOT, которая находится в свободном доступе. Продолжение следует...